А с другой стороны хорошо, ну вот я сейчас, меня многие ругают и называют потерянным человеком для общества, когда я говорю радоваться, как вы можете радоваться, когда нас всех на убой ведут. То есть вот это преувеличение, то есть и опять же так отталкивайтесь, отталкивайтесь, сопротивляйтесь и идите в другую страну, вместо того, чтобы туда смотреть, стройте новый мир, который вы хотите, а не говорите все время о том, который вам навязывают. То есть и как мне кажется, это слава богу, что они показали, вот сейчас я для себя вот понимаю, что, ну ощущаю, я чувствую, так не ощущаю, чувствую, вот идет время проявления. Вот даже сейчас, когда в Казахстане вот случились события, да, я смотрю, как стали люди, те или иные лидеры проявляться в своей реакции вот на это и по некоторым просто делаешь, думаешь, надо же, как человек реагирует, я бы так и не подумала о нем. А вот что именно вы там увидели, что, как они себя вели, эти люди, вот в чем суть? Вы знаете, ну это может быть чисто мои личные такие наблюдения, я просто, скажем так, ну здесь видно было, что в общем-то эти протесты были организованы, ну вот эти события были очень хорошо организованы, да, и мне стало удивительно, что некоторые не хотят замечать этой организованности, как бы, и вот все-таки говорят о национальном освободительном движении, да, и соответственно подталкивают наших граждан к этому. Вот, и с другой стороны, скажем так, сегодня идет много разных уровней и много проектов играется на разных уровнях, это и глобальные, и региональные, и местные проекты. Как говорится, нарастание хаоса, соответственно, мутная вода, ну и как бы там каждый ловит свою рыбку, да. Но вот если мы говорим, что, допустим, наблюдаем процесс разрушения государственности, да, национального государства, сегодня много об этом говорится в том плане, что суперглобалистам выгодно сегодня сломать эти национальные государства. Вот, да, действительно, вот ту систему, которую они хотят построить, им не нужны границы национальных государств. Но с другой стороны, вот мы опять же все время привыкли смотреть только с минуса, а с другой стороны, если мы хотим предложить альтернативу, то эта альтернатива точно так же должна быть заинтересована в разрушении национального государства. И даже вот эти войска, вот даже сегодня говорится о проекте СССР-2, и все, и очень много людей в разных бывших республиках в том числе хотят этого объединения, и у русского человека, у него державное мышление, соответственно, ну такое имперское, да, и хочется, и многим хочется объединиться. Но никто не задается вопросом, что ведь это объединение, оно точно так же нуждается в разрушении национального государства и национальных границ. Чтобы объединиться, мы должны вот эту систему управления и вообще, ну как бы, поменять. Да, 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 то есть мы идем к цивилизационной целостности в любом случае, да, то есть у нас нет вариантов, если мы хотим позиционироваться как человечество единое. Но сохранить при этом какую-то там национальную идентичность, либо какие-то вот ценности, да, которые свойственны каким-то народам, языки и так далее, и так далее. Конечно, это все имеет смысл, но как бы нам этого не хотелось, да, или хотелось, в любом случае, братство, да, и вот эта вот общность, она действительно, не то чтобы она рушит границы. Вот не границы рушит, она просто их, скажем, это понятие отсутствует, отсутствует не для того, чтобы мы его разрушили, а для того, чтобы мы разрушили между собой вот эти барьеры. Но только вот эта игра слов, да, она, конечно, очень сильно всегда используется теми, кто хочет, ну, как-то самые лучшие идеи превратить во что-то плохое. Поэтому, конечно, когда мы хотим, к нам же обращаются за помощью. И, я не знаю, я очень много читаю там из комментариев, не все успевают, ну, что вот вижу. Все хотят быть общностью, но никто не говорит, что надо менять там язык. Ну, может быть и общий язык, может быть там свой язык, как хотите. Но вопрос формальностей, которые нам предоставляются в качестве понятия границы. Формальности, это ты должен все время что-то преодолевать. У тебя должен быть все время вот какой-то уровень там дифференциации, ты хуже или лучше, эта страна хуже или лучше. Вот граница в чем. Не в том, что мы рушим понятие разности людей. Мы все люди. Вот эта граница должна быть сломана, чтобы вот разница в той национальности или в другой отсутствовала. Формальности, которые являются отражением вот этой вот понимания, что мы разные. Вот знаете, вот это вот ощущение, когда ты летишь там в Европу или там еще куда-то ты летишь у европейцев в Евросоюзе. Ты не проходишь какой-то терминал, а здесь ты стоишь часами, ты должен постоять, потому что ты не из Евросоюза. Вот в чем суть границы, а не в том, что мы там всех сравниваем воедино. Нет, это действительно, ну, я думаю, что и в древнем сообществе были разные действительно сообщества по языковым каким-то уровням, по каким-то внешним факторам, по каким-то своим традициям. Этого никто не отменяет. Но есть история человечества, и она тоже цена, как и истории каждого так называемого государства. Госуслуги, вот оно, да, то есть что такое государство. Если помните, вот из старой политэкономии еще, это механизм подавления, да, прессинга. То есть это не для чего-то, не для улучшения чего-либо там общих каких-то параметров жизни человечества. А это для того, чтобы и налоги собирать, да, и как-то вот людей ограничивать в их воле. То есть снятие границ – это снятие границ воли. И тут мы не должны эти понятия… И вот мы видим действительно, что мы видим вот эти эквиваленты того, на чем мы тренируемся, как вы сейчас сказали. Значит, интернет, мы поиграли в него, поняли, ух ты, значит, мы здесь можем информацию достать. Ложно она или нет, мы пороемся там. Значит, границы, да, стирание границ. Да, 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 да. То есть все те инструменты, которыми хотят воспользоваться строители этого нового уклада технологического, они нам, собственно говоря, в помощи будут. То есть когда у нас массовое сознание совершенно другим становится. Ну, во-первых, во-первых, просто неинтересно смотреть никакое СМИ. То есть не работает этот, это оружие. Это оружие же, это уже оно никак не информационный какой-то источник. Это просто оружие подавления и управления и так далее. А все, на него нет реакции. Значит, оно не работает. Это очень разные, это очень важные вещи, поэтому, я думаю, как только возникает свобода понимания процессов, то все личности, которые хотят обратить на себя внимание, перестают иметь хоть какую-то ценность вообще. Ну, вы знаете, вот я чем больше об этом думаю, разговариваю опять же с своим зрителем, тем больше, мне кажется, как раз нахожу отклика как раз у людей. Потому что ведь по большому счету мы просто действительно не задумываемся все время, неважно в каком вы государстве живете, власти вам прежде всего рисуют внешнего врага. Внешнего врага, против которого мы все должны объединиться и сплотиться. И в принципе это даже понятно, потому что действительно Россия сама ни с кем не воевала, ни на кого не нападала. Но на нас часто нападали, и мы вынуждены были обороняться. То есть, но сегодня весь мир вот стоит у одной черты. Вот так случилось, счастливо или не счастливо? Ну, я думаю, что счастливо, что весь мир оказался вот перед таким выбором. И по большому счету, вот спроси практически любого, какие проблемы, вот я просто много путешествую, неважно в какой стране. Если ты нормально к людям относишься, и к тебе нормально, вот вообще никакой разницы нет. А к тебе уважительно относятся, к твоим традициям. Но если это не какие-то совсем уже с промытыми мозгами люди. То есть, я говорю, в принципе, 80% населения это центристы. И вот те, кто фанатики, кто действительно вот это, по любому поводу, хоть это национализм, расизм, там, ну, левые взгляды, либерализм, да, их же, в общем-то, как правило, 20%. 10 на одном полюсе, опять же, 10 на другом. А основная-то масса, она вот колеблется, поэтому здесь есть чем работать. И мне кажется, как раз вот сейчас, как бы, опять же, ну, вот если говорить о системных методах, да, то есть, если мы говорим о развитии, соответственно, развитие подразумевает большее многообразие. Только тогда оно возможно. И у нас, как мне кажется, у советских людей есть, и их потомках, есть позитивный опыт совместного проживания на одной территории без границ. Мы, опять же, прошли опыт разделения по национальному признаку. Никто от этого не выиграл. Вот никто от этого не выиграл. Соответственно, это, вот знаете, как прививка. Вот сегодня нас прививают, вот развалка Советского Союза, это по национальному признаку, это прививка всем советским людям и их детям. Мне кажется, только это правильно на это нужно посмотреть и отрефлексировать. И потому что ни им не нужны елбасы, ни нам. И нам, конечно, надо сейчас подумать, как мы хотим жить вот сами, как мы можем устроить свою жизнь. Вот это, да, извиняюсь, наверное, не перебила случайно. Нет, нет, нет. Вот как раз это интересно. Значит, когда слушаются прогнозы, все думают, что вот, это рубеж, здесь все пошло хорошо, а здесь вот и в этой стране пошло хорошо, и там, и все вот одновременно. Но у нас у каждого свой сценарий. Вот когда я смотрю Россию на текущий год, все вдруг стали воодушевлены поиском какой-либо идеи, механизма выхода из этого состояния. Может быть, здесь что-то изменить, может быть, там что-то изменить. И начинается целый год репетиция, ну и, скажем, попытка найти проекты, которые могли бы что-то изменить. По большому счету, эти проекты еще не жизнеспособны, но они все равно должны быть. То есть нас завез свыше импульс. Ищите. Вы сейчас должны думать над этим. Я не дам вам этого сразу, но вы подумайте. Светлана, вы говорите, а у меня прям крупные мурашки по ногам и по рукам. Потому что, вы знаете, я, во-первых, в себе всегда чувствовала потенциал и всегда страдала от ощущения, скажем так, нереализованности этого потенциала. И поскольку я очень много проработала на рынке труда, я видела, что как много действительно в нашем народе вот этого сдерживаемого потенциала. И мне кажется, сейчас те люди, которые вот хотят проявить, вот у них еще не убитое это желание проявления, вот они опять же, они тоже сегодня проявляются. И честно говоря, вот у меня, ну абсолютно, может быть, идеалистически кому-то покажется, но у меня абсолютно, скажем так, радужные перспективы, вот чувство, что мы можем выстрелить, что вот наш народ, несмотря на все деградационные, скажем так, процессы, которые мы наблюдаем в обществе, способен выстрелить. Потенция у нас огромная. И самое главное, мы живем в таком месте, что у нас все тут свое под рукой, как говорится. То есть вопрос в том, что вы знаете, как Задорнов в свое время говорил, энергии у нас много, вектор некому придать. Вот смотрите, вот как раз я об этом и хотела сказать, что мы можем вообще что-то построить, когда идея единая будет. То есть идея, понимание единое, потому что кто-то думает, что это хорошо, а кто-то думает, что это нехорошо. Вот когда будет единое, скажем, понимание, но для этого мы уже пришли к тому, что плохо, но не пришли к единому пониманию. И это формируется сейчас. То есть вот этими попытками, сбросами этой, скажем, еще зеленой, скажем, какой-то возможности, еще раз попытка, еще раз сброс. Но у каждой стороны свое. Вот я, например, смотрю, пока мы там тренируемся в своих, там, даже внутри страны каких-то переменах, а я думаю, что они сейчас как-то будут, начнутся. И особенно после февральских событий и начала марта, когда это будет, вот эта волна будет подниматься, когда уже не на чем будет строить старую парадигму, но просто фундамент будет разрушен, фундамент и управление, и сами, скажем, формулы управления, и, в общем, человеческие факторы и так далее. А в это время, где-то в районе, там, может быть, 11 марта, в той же Италии, в которой совершенно другая ситуация, да, там тоже наступает самый горячий момент противостояния. То есть там у них уже где-то в феврале, да, в феврале где-то, я сейчас про марта, извиняюсь, я перепутала немножко. То есть вот сейчас появляются какие-то признаки яркого свободолюбия, поиска возможности убрать всю эту навязанную ситуацию. И вот к 17 февраля там начинает все как-то меняться, просыпается какой-то оптимизм в людях и начинается движение. Но вот к марту, вот я просто немножко, видимо, оговорилась, к марту, вот где-то район 11 марта и так далее, вот это противостояние становится жестким. И вот когда я смотрела и думаю, кто из них сейчас победит, и та, и другая стороны воюют. И только к концу года, скажем, 22-го, та сторона, которая навязывает свой взгляд на жизнь, мягко говоря, она, ну, наверное, как-то будет уже терять силы, хотя, в общем, уже волна вот этого мартовского настроения и мартовских перемен, и апрельских там, и майских, там будут вообще какие-то очень катастрофичные вопросы. Это вы сейчас про какую страну говорите? Это я сейчас про Италию говорю. Да, 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 да. Вот. Здесь просто я себе что-то написала, но я чуть позже это озвучу, конечно, потому что это... Слава, ну, вы знаете, я вот общаюсь с некоторыми подписчиками, которые живут в Европе, в частности, ну, и в странах Запада, скажем, это и США, и там Новой Зеландия. Вот у меня ощущение, что все-таки, опять же, эти страны тоже должны пройти свои уроки. Да, именно свои уроки. Которые мы уже прошли, да. Вот. И, опять же, вот, как мне кажется, все равно должна сохраняться определенная полярность. То есть вот именно, чтобы выкристаллизовываться... Ну, разная сюжетность у каждой страны, как у каждого человека. То есть вот Италия борется за свое, у нее есть там... Вот сейчас она выходит на порог, вот особенно к марту, вот этой борьбы. Там остро все выглядит. Вот. В Америке, ну, я об этом там поговорю, в других интервью поподробнее, там просто уровень там преступности, беспредела и просто полного какого-то хаоса, он вообще, ну, просто выглядит очень странно. Там даже сама демократическая партия той же Америки, она просто разваливается на ходу. Каждый из тех, кто там есть персонажей, а мне там пришлось их смотреть подробно, тоже, в общем-то, не находит уже никакого ресурса для будущего. А у нас своя история, причем наша история российская, это как раз вопросы руководства. Это вопросы руководства и отношений с другими странами. И я думаю, что, конечно, нам предстоит очень серьезный момент, как я уже говорила в мае. Вот поэтому, что хочется сказать, что когда каждый думает, что сюжет будет един для всех, то, наверное, все-таки важно сейчас заниматься попыткой проанализировать свои какие-то вещи, проанализировать, злитесь ли вы, злитесь ли вы, раздражаетесь, кто-то вас, скажем, напрягает. Ну, это значит уже что-то, в общем, вы выходите в ту атмосферу, которая и плодит эту низкочастотную историю. Ищите людей близких вам, находите их, цените их, будьте рядом с ними, научитесь на них хотя бы поучитесь помогать друг другу. А потом, когда есть и те, которые поймут свою обманутость, как, в общем-то, вдруг выяснится. Это мы с вами многое там уже начинаем понимать и видеть. А часть людей просто не могут себе позволить этого увидеть, потому что некоторые вынуждены очень много работать, они даже не смотрят какие-то видео и так далее. То есть у всех разная ситуация, но мы все идём в разных сюжетных линиях по одному и тому же курсу. Вы знаете, да, я с вами согласна, что действительно очень многие, ну, скажем так, являются заложниками быта и тяжело живут. У меня к этим людям всегда только один – оставайтесь человеками. Вот по мере возможностей оставайтесь человеками и откидывайте в каких-то случаях прагматичность, выбирайте человечность. Вот мне кажется, сегодня ещё вот, понимаете, вот эта полярность, вот прагматичность, когда всё только вот, а что мы кушать будем, а мы голодать будем. Но я, конечно же, то есть, понятно, что мы не можем жить без каких-то ресурсов, да, вот таких вот еда, вода особенно, но мне всегда хочется напомнить, объясните мне тогда поведение в блокадном Ленинграде, к примеру, да, и таких примеров много, почему люди всё-таки выбирали не покушать, не прагматичный выбор делали. И сейчас тоже, знаете, чтобы как-то… Мне кажется, опять же, всё зависит от нашего отношения. Вот пугалка голода, ну, слушайте, а с другой стороны, сегодня процветает направление лечения голодом. То есть, это вот опять же, да, то есть, вот я сама практикую два дня в неделю, сижу чисто на воде. То есть, и могу сказать, что это только укрепляет мой организм. То есть, вот подходите к этому более здраво, более спокойно. Вот главное, опять же, не истерить и не бояться. Всегда страх – это от незнания, то есть, как мне кажется. То есть, если ты сел, подумал, попытался решить этот вопрос, которого ты боишься, тебе потом уже не так страшно, как мне кажется. Иногда такие вещи, вот мы обсуждаем, и я понимаю, что это сразу вызывает какую-то агрессию в адрес тех, кто говорит. Но у всех свои сложности. Просто иногда там многие блогеры кажутся счастливыми, а это такая работа круглосуточная. Иногда смотришь за окно, люди гуляют, а ты не можешь себе этого позволить. У всех свои радости, да, и кто что выбирает. Поэтому мы сами за себя решаем, мы за себя в ответственности. И вот когда мы сейчас говорили о государстве, то есть мы все время пытаемся, ну как бы мы платим государству возможностью быть безответственными. То есть вот, значит, есть государство, оно и ответственно, оно вот с нами вот так. Но если мы отдаем ему эту свою прерогативу, а что мы от него хотим? Если вдруг мы становимся ответственными за себя, вот вы видите, некоторые люди там за что-то там, что-то отстаивают, добиваются, у них получается. Ну потому что они понимают, что они ответственны за свою жизнь. А вот эта старая такая парадигма, что государство, вот оно тебя и там, и накормит, и обогреет. Но это как, государство уже не является признаком человека. Это инструмент, ну контроля, и не более того. А за это, за этот контроль, вы, мы, у вас, может быть, накормим, может быть, не очень вкусно, но будете есть. То есть кто что выбирает, а кто-то выбирает совершенно другое. Поэтому и границы, и понятие государства, нужно понимать, о чем идет речь. И, скажем, вот это вот страхи там, голодания, неголодания. Всегда есть люди, которые стараются что-то предпринимать, и делают все, что они могут делать. Есть другие люди, которым это сложно сделать. Разное есть положение вещей. И для этого мы сюда и пришли пожить, попробовать себя вот в такой роли, в другой роли. Но к этому нужно относиться просто, может быть, к приключению даже, потому что это важный момент не того, что с нами случилось, а то, что мы, как мы это восприняли. Это зачитывается, и это учитывается. Да, вот жить на плюсе. То есть вот опять же, возвращаясь к вибрациям, и о том, что мы своими мыслями сами себя заражаем либо позитивом, либо разрушаем себя. Вот хочу вернуться к воде. Значит, в передаче у Валентины Юрьевны Мироновой прозвучало, вот одно из последних ее передач, тоже она поднимала тему воды, и она как раз говорила, что идет вот тоже замена решетки новой, и она как раз произнесла такую фразу, что вода становится свободной. То есть у нее вот прозвучало, я даже записала, и она пишет, что стихия воды обозначает эмоционально-психологическую сферу человечества, и, соответственно, как бы, ну, как я ее поняла, услышала, что вот освобождение, оно вот и в эмоциональной такой сфере произойдет. Опять же, и у вас, и у нее в интервью прозвучала такая вещь, что во второй половине февраля 2022 года произойдет определенная перезагрузка. Вы сегодня вот сейчас тоже уже упомянули дату 18 февраля. Я хотела вас спросить про такую красивую дату, как 22-е, 0-2-е, 2022-е. Что-то это с ней связано, и, ну, вообще вот, что там будет в середине февраля и за ним? Там действительно будет очень интересная вещь, вот как раз вот вы мне напомнили, я уже даже о ней и забыла сказать. Две планеты, одна из которых олицетворяет безвременье, вообще вот характеристики космического толка, когда мы выходим за рамки материальных представлений обо всем, скажем, то есть мы все время себя ограничиваем, вот это можно, это нельзя, это космический уровень, это человеческий, тогда нам нельзя. То есть вдруг все процессы, связанные с водой и связанные с новыми масштабами влияния и космоса, и действительно свободы, там Уран, он как раз заведует этими вопросами, то есть он наделяет воду, почему воду, потому что Юпитер с ним взаимодействует, это его стихия, он стоит в своей стихии в воде, и он сначала, скажем, на физическом уровне становится беспредельным, в хорошем смысле слова, он не имеет предела возможности, то есть, скажем, есть процессы такого замкнутого толка, такого интровертного, мы вот здесь на Земле, и дальше мы не двигаемся, у нас своя тут ячейка, автономия такая, а здесь мы выходим, выплескиваемся на уровень космический, для нас вопросы и для воды, потому что она заряжается вопросами широты пространства и времени, то есть возможности управлять этими процессами, и когда, допустим, это происходит, ну, как вам сказать, на таком физическом уровне, с точки зрения физики, я имею в виду, то это одни процессы, которые наделяют воду вот этими свойствами, возможности выхода даже за ее общепринятые химические и физические свойства, а среди людей это будет выглядеть так, тут вот как бы надо понимать слово категория, то есть это свобода воды от каких-то жестких формул и переход ее в другое состояние, причем, возможно, это совершенно какая-то другая форма состояния воды, так может быть, а что касается людей, для нас это состояние выхода из прежних рамок и вопросов, связанных с верой, с интерпретацией веры, интерпретацией подчиненности чему-либо, интерпретацией того, что мы считаем правильным, с точки зрения, я бы даже сказала, религии, и вот мы здесь выходим за пределы общепризнанных рамок религиозного толка, мы не отказываемся от понимания там творца, от близости к нему, от стремления к нему, мы уходим от формальностей, которыми сопровождалось все это, это и является высвобождением нашей и воли, и понимания, как только мировоззрение выскакивает за пределы навязанной вот этой конструкции, у нас расширяется сознание, мы видим больше, мы ближе к тому же самому Богу, и мы, то есть я понимаю, что это вызовет очень большую свободу понимания, и вдруг, ну понятно, что на человеческом уровне это будет там в критику где-то превращаться, что мы не так верили, мы не то принимали за правду, что мы все превратили в ритуализацию каких-то процессов, а вот оно как на самом деле, вот как выглядит космос, вот как выглядят наши взаимоотношения с высшими силами, и вот где эти высшие силы, мы соединяемся только тогда, когда проявляем этот квант творца своей добротой и любовью, тогда мы соединяемся, потому что это его частотная характеристика, как только она искажается, мы от него отдаляемся, но хотим мы этого или нет, и вот здесь просто выход за пределы понимания, вот мироздание меняет, ну я бы сказала, понимание, как устроено мироздание, мироздание очень многое поменяет, и я думаю, что может быть, даже мы увидим очень много откровений, которые, ну таких вот, я не имею в виду религиозных с точки зрения ритуализации, а именно истинных представлений о том, как устроено все у нас здесь, на тонком плане в том числе. Естественно, это другие технологии, это другие свойства воды, опять же, потому что это делает ее действительно свободной, меня даже удивляет эта формулировка, потому что она действительно очень правильная, потому что вода, и вот Юпитер в воде и уран, он становится свободным, более того, уран то стоит в материальном знаке, в тельце, то есть свобода управления материальными вещами, выходящая за пределы времени, пространства, правил и прежней физики. Так будет это выглядеть. Светлана, вы вот сказали про Уран и Юпитер, а я когда готовилась, посмотрела еще про Нептун, потому что обычно как бы вода, ну, ассоциируется с планетой Нептун, и я вот, поскольку я не астроном, но и опять же я в какой-то степени скептик, да, и я пытаюсь как-то научно, ну, себе какие-то такие доводы найти, я сегодня вот как раз себе выписала, ну, во-первых, Нептун самая удаленная планета от Солнца в Солнечной системе, это самый маленький гигант из планет-гигантов, и это, в общем-то, ледяная глыба, и основной компонент планеты является водород и гелий. Ну, в основном, для меня неинтересно водород, потому что мы говорим о воде, когда я говорю вот со слесарем Валерием Ивановичем, он все время говорит о свойствах воды, это прежде всего изменение сетки водородных связей, которые мгновенно меняются, да, вот, и Юпитер, мы с вами тоже говорили, вы говорили, что будет очень сильной Юпитер, я посмотрела, Юпитер – это первая планета-гигант, самая большая планета в нашей Солнечной системе, и она также, самый главный компонент у нее, также водород и гелий, и опять тоже я, у меня сразу на водород, вот, и я вот хотела спросить, как вот сочетание этих планет будет влиять также на нас, потому что, наверное, не влиять это не может, и вот какую роль Нептун, скажем так, внесет? Сначала, скажем, если про Юпитер и Уран, то это смена социальных процессов, выход на свободные взгляды и проповедование свободных взглядов. Это выход на уровень научно-мистический, я бы так сказала. То есть мы никогда не стыковали эти понятия, а теперь они стали в синтезе работать. Это так выглядит. Нептун – это влияние, когда, ну вот с точки зрения даже астрологии, понятно, что здесь очень много пересечений. Это вообще иногда в астрологии, в некоторых традициях интерпретируется как Бог. Но дело не в Боге здесь, а дело в том, что Он является, вот как я сегодня приводила пример, фактором естественного объединения и выдвижения в нужную сторону, в ту, которая условно Богом положена. То есть это как бы фактор безусловного влияния на психологический контекст, это вхождение, как бы вам сказать, таких энергий подсознательных. Если Юпитер – это социально конкретные сейчас свободолюбивые, скажем, демонстрации своих взглядов, я имею в виду, то Нептун – это подсознательное состояние резонанса с силами, которые на нас действовать будут. И вот поэтому я говорю про воду, которая перезагрузилась, а Нептун и является, скажем, ну он руководитель, он говорит, куда мы двигаемся, он все понял, что ему надо сделать. Тут к нему подошел в апреле Юпитер, который сказал, как вообще это соединим? Он говорит, соединим все, и социальные, и подсознательные процессы, и понимание, и вот этот внутренний интуитивный вектор будет двигаться в нужную сторону. И он просто настаивает на этом, понимаете? Вот поэтому он масштабирует свое влияние, Нептун. То есть несмотря на то, что он там дальняя планета, дальние планеты создают самые эпохальные события. Не близкие, а именно дальние. То есть это эпохальные события, которые как раз и призваны объединить всем единым духом, не всегда этот человек себя оправдывает, что-то я встал и стал умным, и теперь я знаю, что такое Адам водорода, и как он сейчас там. Он просто понимать вдруг начинает, чувствовать все энергии, которые не чувствовал прежде. Мне люди пишут удивительные письма. Что они видят, что они чувствуют, какие сны, какие голоса. Они перестали есть мясо некоторые. Их просто, у них сердцебиение начинается. Кого-то тошнит, и у них совершенно другие сны. То есть представьте, какая перестройка. Я думаю, что не я одна с этим стала. У меня самой тоже, во-первых, я сны стала очень четко видеть, я их стала помнить. Они совершенно отличаются от тех снов. Я замечаю, что мне мяса просто не хочется. Но я, правда, и не сильный мясоед была, но в принципе, мне сейчас его вообще не хочется. Я сама замечаю, что мне хочется много молока. Вот я и раньше пила молоко, но сейчас мне вот просто очень хочется молока. И я, главное, разговариваю со своими знакомыми. У некоторых это тоже вот такая перестройка неосознанная. То есть это не то, что они специально взяли и перестали там есть. Вот когда мы, там многие, я и повторяюсь, опять же, ну без этого никуда. Вот этот вот момент, когда я говорю про апрель и про моменты сна, что вдруг многие могут уснуть, проспать какое-то время, даже не осознать, что произошло в это время, что-то такое почувствовать единым порывом. То есть это как раз не в том, это и есть сон. То есть когда мы погружаемся вот в это состояние сонное, вот воздействие на наше подсознание, на нашу душу, да, является самым важным. И вот в этой конфигурации, которая грядет, она же ведь как, там же нет отдельно выраженных, вот это случилось с одной планетой, потом с другой. Это для чего-то, как я в самом начале говорила, сначала перезагружается вода, потом Юпитер становится, уже несет некую информацию в социум и говорит, слушайте, смотрите, у нас какие процессы, да мы вообще космос открыли, у нас теперь вот еще какое достижение. Там много очень таких прорывов будет научных, которые именно на границе вот таких мистических вещей, да, и научных. И это будет возможно, открываются двери. И потом Юпитер соединяется с Нептуном и наступает как бы, ну, такой резонанс мощный. И люди в этом состоянии, они же погружаются тоже. Именно во сне человек перезагружает эту программу. Все программы приходят во сне. Бодрствование человека не всегда способен это воспринять. Поэтому, поскольку программа будет очень такая, ну, такая большая, такая масштабная, важная, то очень у многих может возникнуть состояние страшной сонливости в эти времена. Когда захочется вообще, может быть, идти там на работу, не знаю. Разному будет каждому восприниматься. Но это как раз и будет момент, когда начинается вот эта перезагрузка. Ее бояться не надо, просто открываются те внутренние ресурсы, факторы, которые не работали. Ну, Валентина Миронова тоже об этом часто говорит. Уже есть признаки и предпосылки того, что это начинает работать. То есть у нас меняется ДНК. Мы начинаем работать вообще и жить, и думать, и чувствовать в других совершенно категориях. Поэтому это неотменимый фактор. Мы когда говорим про людей, которые вот говорят, у нас будет вот так, а потом будет так, ну, это как-то вот смехотворно немножко. Никогда не решается проблема на уровне ее создания. Она только на высшем уровне решается. То есть это довольно забавно думать, что вы не создатели, и на этом уровне вы что-то порешаете. Поэтому все будет решаться совершенно другими силами. И все, что мы сейчас переживаем, как это ни грустно или, может быть, не знаю, важно, но это очень важные, полезные для нас уроки, которые, без которых мы бы не открыли себя, и все мы это прекрасно понимаем. И как только мы говорим за это спасибо, урок заканчивается. Поэтому мы должны за него сказать спасибо. Мы идем к концу урока. И да, этот год он нас перестроит. И да, мы выходим уже к августу, к сентябрю, ноябрю, декабрю, к такому моменту, когда, ну, все, ребята, так мы дальше жить не собираемся, не хотим и не можем. Вот, собственно говоря, такие процессы у нас будут. Каждый окажется там, где он должен оказаться в соответствии со своим, со своей задачей. Вот поэтому... Поэтому важно, наверное, сейчас разговаривать с самим собой. И что самое забавное, что вот избавление от собственного эгоизма, это очень самое тяжелое, наверное, самое тяжелое заболевание человеческое, да, вот оно и является фактором, с которым борется, условно говоря, действительность, та, которая нас переводит в другой разряд. И те, кто говорят там о любви, они вот произносят это слово, но на самом деле это часто просто обозначает действительно, что есть какая-то другая важность помимо себя, ну, как минимум. И вот ты просто делаешь это дело, и это может не приносить тебе никакого там дохода, но это как необходимость это сделать. Я вот, Светлана, думаю, что вы тоже знаете, о чем я говорю, потому что вот когда, допустим, занимаешься такими вещами, когда ты блогер или там ведущий чего-то, да, ты находишься в такой, на таком уровне ответственности за каждое слово, читая каждый комментарий, правильно себя подстраивая под то, чтобы жить дальше с этим, да, вот, и двигаться дальше, потому что есть нечто важное, и ты преодолевая себя, идешь в этот мир. И у каждого есть кто-то даже, находясь сейчас на этой земле здесь, никого здесь случайных нет. И я знаю многих, кто стремится сделать что-то доброе, пишут, это так прямо, честно говоря, прямо хочется снять шляпу перед этими людьми. Не корите себя девчон, как мне кажется, не ругайте себя ни за что, потому что то, что вы живете, переживаете, размышляете о том, что происходит, это уже есть большая работа. И я думаю, что все будет хорошо, потому что мы все вместе, и мы никуда не деваемся. Я вообще хочу сказать, вот мы разговариваем с вами, вы разговариваете со многими людьми, я разговариваю со многими людьми, со многими. И такие все классные, светлые, такие настоящие. Вы помните такое время, хотя бы лет 10 назад, что было такое количество людей, таких прекрасных, красивых, таких удивительных, высоких, с таким полетом осознанности, самоотдачи. И это вот не тот вариант, когда какая-то личность вот одна, они говорят по телевизору постоянно, еще не факт, что там все было здорово. А это личности, о которых не говорят по телевизору. Но это действительно удивительные люди, их так много, их больше, больше и больше. И я не знаю, я хочу сказать, что все-таки мы должны переходить, наверное, на знание вот о той частотности, о том, что она является у нас целительной силой, она является строителем всего. Уже хватит нам вот этого химиката, в который внедряется куда-то в наше тело, в надежде, что мы там станем счастливыми. Мы не станем счастливыми от этого. Нам нужно другое средство целебное. И вот это целебное средство, оно, собственно, уже и существует. Мы сами для себя целители, мы друг друга целители. Потому что действительно, как только появляется, мы же инфицируем, инфицируемся сами, инфицируем других людей своим состоянием. Это очень важно. Ну, мы всегда замечали, ты с несчастным человеком общаешься, и как-то вот все тоже так. Нас много, мы почувствовали себя счастливыми. И не только мы с вами, а еще много других людей. Поэтому я думаю, что будут расти вот эти знания, шириться про то, о чем я сказала. И может быть, действительно, иногда слово, штука такая очень заманчивая. Не всегда человек, который много сделал, может красиво сказать. Знаете, да? Да. Спасибо вам огромное, Светлана, за столь содержательную беседу сегодня и за те светлые образы, которые вы несете. Спасибо большое. Спасибо вам, Светлана, за понимание, за комфортный очень диалог. Всего доброго. До встречи. Хорошо, до встречи.